Итак, давайте сделаем анимацию на страницах. Давайте начнем с того, что определим событие для вот этой кнопочки. Она у нас должна перелистывать к следующей секции плавно. Мы уже в Command.js прописали click function, и он листает у нас в самый низ. В принципе, структуру полностью возьмем. Давайте возьмем эту кнопочку. Это у нас arrow bottom. Кнопка click function. Что мы делаем? HTML body animate script top document heist. А здесь мы берем не документ heist, а берем header heist. А header у нас имеет класс minehead. То есть, соответственно, сюда прописываем minehead heist slow, и он листает. Давайте проверим. Так, нажимаем. Да, пролистывает, но пролистывает он маленько не туда, куда нам надо. И можно прибавить вот это расстояние к высоте. То есть, плюс 100, например, пикселов. Так, нажимаем побольше, маленько можно. Сейчас мы проверим сначала, как это будет у нас работать на мобильных устройствах. Ну, в принципе, работает и на мобильных, и на таких одинаково хорошо. Так, первую секцию мы не будем анимировать, потому что она у нас будет появляться моментально, как только сайт загружен. На это настроен наш шаблон, оптимизированный для быстрой загрузки. Дальше мы будем анимировать вот эти элементы. Смотрите, у нас установлен плагин, уже в шаблоне. Давайте посмотрим. Который называется... Animate CSS. Мы берем Animate CSS библиотеку. Animate CSS библиотеку. Прибавляем к ней плагин. Плагин. Не плагин, скролл. А Animate CSS JS. И получаем в распоряжение любую анимацию при скролле. И плюс ко всему мы это еще прикручиваем на waypoints. Значит, давайте откроем Common JS. Возьмем H2 и P. То есть, это у нас HomeSect P. Запятая. HomeSect Section Head H2. Анимейтед. И выбираем любой из параметров, который нам понравится. Ну, довольно-таки много всяких различных параметров. Ну, например, мне кажется, что тут лучше будет использовать FadeInWrite. FadeInWrite. Так. Давайте проверим. Ага. Ага, не сработало. Давайте в консоль посмотрим, что у нас происходит. Да, у нас ошибка F.E. Нам надо FadeInWrite. Так. Давайте представим, что сайт загрузили. Листаем. Ага, ничего не происходит. Будем разбираться. Анимейт. Fade. FadeInWrite. Анимации не происходит. FadeInWrite. Ещё раз на всякий случай пропишем. Ага. Не происходит анимации. Да, у нас не происходит анимации, потому что нам надо повесить это событие на Windows Scroll Function. У нас, по-моему, уже где-то был Windows Scroll Function. Так. Это у нас документ ready. И внизу создадим Windows Scroll Function. И вставляем сюда данные параметра. Windows Scroll У нас вообще, как видим, вешает всю систему. Так. То есть, всё верно. Убираем Windows Lot и ставим именно в документ ready. так, анимейт, 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 где тут поставили. Вот Section 2 Header H2, то есть укоротим немного и Section Head P. Обновляем. И видим, что сверху они у нас теперь плавно появляются. Ну, давайте вернём FadeInLeft. Это во-первых. Во-вторых, давайте лучше right. Пусть лучше справа. Во-вторых, что ещё хотелось бы сделать? У P мы сделаем небольшую задержку. Так. То есть, Section Head P. Мы добавим соответствующий класс. Так. Section Head P. Мы добавим transition delay. Ну, давайте попробуем точка 5 S для начала. Так. Обновляем. Так. Transition delay у нас не сработал. Давайте посмотрим на сайте animate.css на гитхабе, как они делают дилей. Рекомендуют делать дилей. Animation Duration. Animation Delay. Animation Delay. Animation Delay точка 5. Пробуем. Да, всё. Теперь у нас небольшая задержка. Можно чуть-чуть поменьше её сделать. Ну, теперь намного лучше стало, мне кажется. Так. Так. Так, а остальные все уже появились, да? Как я понял. Хм. Интересно. Так, ну-ка, ещё раз. Ага, остальные уже все появляются. Так, значит, в ходе обновления Waypoints, почему у нас не получалось, была обнаружена небольшая ошибочка, то есть в новом Waypoints у нас файл animate.css.js, который находится в папке libs.animate. Я его немного дополнил в соответствии с тем, как обновился у нас Waypoints. Так что, если у вас так же не получается при прокрутке получить анимацию, замените этот файл, можете заново скачать Start.html шаблоны, или с Яндекс.Диска скачать архив. Архив тоже обновляется, поэтому имейте в виду. Так. Ну, давайте продолжим. То есть, section head P. Fade in write. Давайте проверим. Так. Появляется. Так. Ну, заголовки у нас появляются. Дальше, дальше, дальше. Смотрим, что еще у нас. Ну, и, наверное, будем анимировать каждую по отдельности. Давайте посмотрим, как это лучше сделать. Вот данный элемент также можно через itch пустить. то есть, то есть, info item wrap, да. Так, info item wrap. Ну, давайте посмотрим, как нам лучше сделать. Ладно. Info item wrap. Animated. Давайте посмотрим, какие еще есть интересные анимации. Пульс. Давайте попробуем пульс. Так. Ну, пульс как-то у нас не очень заметно. И не очень серьезно. Это тоже не очень серьезно. На таком сайте, думаю, это не очень красиво будет смотреться. Ahora что, да, да. Вот здесь. Вот для меня. Пульс как-то floral. Пульс. 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 Пульс . ну-ка давайте так ну они у нас как видим появляются все и не очень красиво это происходит слишком мультяшно для такого серьезного сайта я думаю это не очень хорошая идея а вот зум и вполне возможно что подойдет зум и так листаем до зум и на то что надо так и здесь также они у нас появляются так здесь все появляется а значит следующая секция с которой мы поработаем это наши услуги по сопровождению сделок мнд и тут в принципе можно сделать так чтобы они появлялись по очереди то есть мы уже делали через и ч возьмем просто эту функцию и и и и и и давайте перейдем опять вниз так теперь это у нас будет с 2 айтам в раб each функция варзе с сэта тролл функции с риму класс в принципе можно убрать от класс просто он оставим включены теперь теперь нам надо вычислить я не находятся сделать например опасить и 0 0 а и если добавим класс он то например сделаем опасить и 1 так . он опасить и 1 так единственная в чем ошибка это то что нам всю эту конструкцию также надо было в и point разместить в и point так то есть из там враг это у нас section 2 соответственно закрываем 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 так проверяем так ну вот они появляются у нас по очереди но это не тот эффект который мы хотели бы так давайте добавим еще транзишен из и попробуем еще раз так уже лучше кроме того по умолчанию мы сделаем трансформ транслейт транслейт y сделаем минус 20 например пикселов а у он сделаем транслейт y 0 давайте проверяем да и видим как будто они сверху появляются у нас можно даже 25 сделать так давайте еще раз посмотрим так листаем появляются 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 здесь также все работает так здесь работает здесь анимация работает 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 а ну и здесь у нас уже есть какая-то анимация но я думаю можно добавить что-нибудь еще такое крутое это у нас слайдер слайд так перейдем в команде с так слайдер слайдер слайд анимает и давайте еще чуть посмотрим что тут есть так от нас не интересует нас интересует и ролл и давайте попробуем ролл и так ролл так ролл и прикольно кстати говоря да супер 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 так 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 а ну и последняя секция данные айтемы также можно пустить как например у нас уже задан заданы желтые айтемы то есть где мы тут и че устраивали здесь также с 8 а этом и соответственно нам надо также обработать то есть транзишен он с 8 а этом и проверяем 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 так у гм а проблема в том что у нас опасит то не задан опасите 0 а здесь уже опасите 1 давайте еще раз а а сейчас с 8 айтемс мы не туда это разместили это нам надо в айтем потому что мы работаем с айтемом а а так 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 на в а он Опасити 0, транзишн, оу, наверное, все-таки через запятую тут не пойдет, потому что, смотрите, у нас это срабатывает на S2, а нам надо, чтобы это срабатывало на S8, и это у нас S8 item. Так, S8 item, давайте проверим, можно универсализировать эту функцию, да, супер, но я не знаю, есть ли в этом смысл. И последнюю форму мы сделаем так, чтобы она у нас выехала, выехала справа. Fade in right, Fade in right, проверим, да. Единственное, что мне не нравится, это то, что вот эта штука выезжает как-то очень некрасиво. Можно попробовать перебить, в принципе, у нас есть section head. И так, это у нас P, зададим родительский класс, это section 8, возьмем родительский класс и fade in, просто fade in сделаем. Давайте посмотрим, перебьет или нет данный класс. Нет. Fade in right, fade in, fade in right у нас сильнее, да. Давайте его в начало лучше поставим. По идее, по логике вещей, у нас теперь класс fade in должен первым добавляться. Не добавляется, да. Так, animate fade in. Ну, правильно он добавляется, но он маленько неправильно у нас. Так. Не хотелось бы, конечно, переопределять классы у всех секций, которые у нас есть, но, видимо, придется вот здесь разместить другой класс, не P, например, а A. Так, давайте возьмем все свойства. Text on line, center, animation, delay. In right. Text on line, left, margin, top, margin, bottom. Ну, в принципе, немного работы, давайте переопределим все-таки. Сделаем правильно. Так. Где у нас P? И здесь делаем не P, а, например, div. P с классом P. Пусть будет так. Так. Листаем, листаем. Не обновилось, что ли? Не обновилось. Так, индекс html оставить. Не там разместили, да? Не там. Это у нас вообще форма. Это нам надо сделать вот здесь. Div. Div. P. И, соответственно, S. Left. Section. Head. Давайте найдем head, section head. Так. Так. То есть, section head. Home. Да, вот он. И после P мы зададим класс. Точка P. А можно сделать и так. Да. Отлично. И где мы в конце задавали section head P. Так. Home. Секс. Так. Так вот. Form. P. Section head. H2. И тут точка P. Все. Супер. Разобрались. Так даже лучше, мне кажется. Ну, и давайте сделаем какую-нибудь анимацию тоже. Homes. Секс. Точка P. Fade in. Просто fade in. Или fade in left, например. Тоже прикольно будет, мне кажется. Так, еще раз. Так, ну-ка, что-то в конце непонятное у нас, по-моему. Да, не слишком поздно у нас появляется. Ну-ка, еще раз. Надо внимательно все просматривать, чтобы все было четко и красиво. Иначе... А, нет, нормально все. Давайте еще посмотрим анимацию на большом разрешении, 1920. Только посмотрим мы ее уже с самого начала, с самого верха. Так, перейдем к нижней границе и... Листаем потихоньку. Ага. Здесь вот косяк, да, у нас. Здесь пока не долистаешь. Они у нас не появляются. Значит, где у нас each function? Мы писали. Section 2 waypoints. Чуть-чуть повыше сделаем. Так, section 4. Section 2 waypoints. Вот. Waypoint. Мы, знаете, что забыли? Мы забыли offset еще сделать. Давайте offset сделаем. Вот здесь у нас, например, waypoint function и потом идет offset. Также здесь waypoint function и идет offset. Хорошо, что заметили. Иначе это было бы не очень красиво. То есть, листаем, листаем. И тут вообще у нас offset куда-то пропал. Видимо, да, все правильно. Тут у нас ошибка. Внимательно посмотрим. Offset. Так. Да, и скобочка лишняя. Скобочка лишняя. Вот так. Так, вниз. Ага. Ну, смотрим в консоль тогда. Так. Так. так ну что-то похожее было сейчас еще раз еще раз проверяем они у нас все сразу до появляется так section 2 waypoint тут все верно тут маленько надо было так сделать все так давайте проверим скобки 1 так и чего уж он она все вроде все другое дело так листаем все отлично и то же самое мы делали section 8 здесь здесь точно так же нам надо добавить будет так этот класс он то есть а section 8 с 8 item а здесь от класс он все вроде и листаем до низу ну супер так совсем другой разговор по моему даже рановато еще они срабатывают потому что мы не успеваем надо листать чуть чуть попозже можно все 30 процентов например и в предыдущем также 30 35 многовато слишком рано срабатывает у нас анимация ну то есть тут надо тоже смотреть внимательно чтобы все было вовремя своевременно супер ну с анимацией на этом все это все и 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